Прокуратура Республики Беларусь в апреле 2021 года возбудила уголовное дело по факту геноцида населения страны в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Сведения, полученные в результате расследования, позволят поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида и пресечь попытки обесценить историческую правду. О ходе уголовного дела прокуратура Беларуси, в частности Брестской области, регулярно отчитывается на диалоге в их площадках, главными гостями которой становятся ветераны, узники фашизма, а также молодежь. Сегодня у нас проходит диалоговая площадка «За обвинение не подлежит». На самом деле очень много именитых экспертов у нас находится. Мы эту тему геноцида беларусского народа раскроем со всех позиций, со стороны Следственного комитета, прокуратуры. Они расскажут тех фактов, которые были выявлены, и как проходила эта работа, я думаю, молодежи будет интересно. Со стороны веры, отношения действительно Брестской епархии к тем событиям, к тем людям. И молодежь тоже, тут есть победители конкурсов различных, она тоже выскажет, как, проводя свою исследовательскую работу, какое у них сейчас отношение. Мы проводим достаточно много встреч и диалогов поколений, уроков памяти, и этот результат показывает одно, чтобы действительно это были не просто слова, а разговор. Мы говорим через эмоции, через настоящие факты, через реальные истории, трагические истории и судьбы людей, которые погибли, воевали в Великой Отечественной войне. Вместе с тем, с момента возбуждения уголовного дела прокуроры установили множество новых, ранее неизвестных фактов о злодеяниях оккупантов и их пособников по всей территории Республики Беларусь. К примеру, только в Брестской области допрошено более полутора тысяч свидетелей и потерпевших, а также установлено 26 ранее неучтенных мест массового уничтожения мирных граждан. Были проведены мероприятия в отношении детей, которые были расстреляны в Домановском детском доме. В ходе расследования этого уголовного дела было установлено из архивных документов, что у нас одна девочка, она ее не расстреляли, и вот ее родственники проживают в Кобринском районе. В ходе этих мероприятий мы встретились с ней, она рассказала нам, что ей рассказывала бабушка, и мы так провели встречи с очень многими людьми, около 1500. В Брестской области раскопки также проведены на Бронной горе, где обнаружены новые братские могилы. Благодаря свидетельствам очевидцев тех лет открываются все более страшные подробности зверств, фашистов. В связи с чем в ближайшие годы на территории всей Республики Беларусь появятся мемориальные места. Мы хотим показать всему миру, что был геноцид белорусского народа. На сегодняшний день, как вот сегодня мы анализируем ситуацию, не все у нас, которые проживают и в Литве, и в Латвии. Некоторые живы, поэтому мы будем ставить вопрос о привлечении к ответственности. И мы хотим показать всей общественности, что на сегодняшний день, что в тот период был геноцид белорусского народа, и мы не допустим, чтобы сейчас произошли аналогичные события. Немаловажную роль в развитии мотивации не прекращать вести уголовное дело по факту геноцида белорусского народа играет неподдельный интерес молодежи, которая сама активно привлекает к расследованию внимания общественности через опросы среди населения и диалоговых площадок, проходящих на базе учебных заведений. Ответы на вопросы были полноценные, и в большинстве опрашиваемых все знают о истории Великой Отечественной Второй Мировой Войны, из всемирной истории, истории Белоруссии, которые изучаются в учебных заведениях. Также это все они знают благодаря увековеченным памятникам, мемориальным комплексам, встречах с ветеранами войны. Это говорит о том, что в нашей стране выросло новое поколение, которое никогда более не допустит того, чтобы фашизм поднял голову, а прошлое зверства остались забыты. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук-ТВ.